Всем привет! Меня зовут Евгений Войтишек. Добрый вечер! Я Артур Гришкевич. Мы занимаемся развитием международных и российских продаж в компании Dash.ai. И сегодня мы расскажем о проблемах голосовых ассистентов и как их решает Dasha. Дальше. Вообще использование роботизированного голоса в бизнесе для общения с людьми – это всегда компромисс. Компромисс между эффективностью и экономией. Почему? Потому что никто не хочет общаться с роботами. И возникает логичный вопрос. А не рано ли автоматизировать колл-центры? Действительно ли это эффективно? С другой стороны, как Евгений и сказал, действительно все общение с клиентами происходит через колл-центры, если мы говорим о телефонах. А колл-центры – это индустрия с абсолютно самой высокой текучкой в мире, притом не только в России. Сотрудники – это люди, люди эмоциональные. Эмоциональные люди бывают неэффективны, сбиваются со скрипта, не приходят на работу. Поэтому постоянно требуют вложений, опять-таки текучка. Это значит, что клиенты ваши остаются недовольны, и вы за все это недовольство платите очень много денег. Представьте себе отдать огромный пласт рутинной работы голосовому искусственному интеллекту с эффективностью на уровне человека, высвободить ценные временные финансовые, человеческие ресурсы, чтобы решать действительно важные задачи. Да, Артур, звучит круто, но это все не так просто, потому что мало кто задумывается о том, насколько сложный алгоритм человеческого общения. И представьте, что робот должен вовремя делать паузы, держать весь контекст разговора, понимать различные интонации, жаргон, синонимы, давать возможность собеседнику перебивать. И это только вершина айсберга. Поэтому из-за сложности реализации те решения, которые сейчас есть на рынке, они не дают звучать как человек, роботу. И мы получаем опять этот самый компромисс. В Dash мы работаем над алгоритмом человеческой речи. Наша модель уже общается с собеседниками на уровне человека. Мы в ходе нашего общения, мы запоминаем контекст разговора, мы выдерживаем паузы там, где должны быть паузы. Давайте посмотрим на самом деле, как это работает. На примере нашего клиента модуль банк. У них была проблема, не хватало ресурсов, чтобы собрать обратную связь со своих клиентов. Как мы все понимаем, обратная связь очень нужна. Они пробовали использовать IVR-решение с робо-голосом, но это не дало ожидаемых результатов. Собственно, по всем тем причинам, которые мы уже с вами обсудили. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья, специалист по оценке лояльности клиентов модуль банк. У вас найдется пару минут оценить работу отдела клиентов? Да, Дарья, найдется, только подождите, пожалуйста, одну минутку. Открытие по пятибалльной шкале удобства пользования клиентным продуктом в личных клиентах. Подождите минутку, Дарья, мне духовку надо выключить. Хорошо, жду. Окей, задавайте ваши вопросы. Извините, я вас не услышала. Повторите, пожалуйста. Задавайте ваши вопросы, я готов на них отвечать. А что вы в основном используете в наш кредит? Я купил на него новую духовку, чему очень рад. Я купил на него новую духовку, чему очень рад. Вы готовы воспользоваться нашим кредитом в будущем? Да, я готов воспользоваться вашим кредитом в будущем. Спасибо вам за ваши ответы. Я передам ваш комментарий специалистам заботы о клиентах модуль банка. Спасибо за уделенное время. Хорошо вам. Спасибо, до свидания. Спасибо. Да, видимо, это что-то с акустикой, потому что обычно она, конечно, лучше слышит то, что мы говорим. Что дал этот кейс нашему клиенту? Мы смогли обработать 100% всей базы, которая была нам передана. Было выявлено 13 фичей, которые нуждаются в доработке, переработке или новые фичи, которые пользователям нужны. 96% не отличили Дашу от человека. И все это обошлось модуль банку более чем в два раза дешевле, чем найм колл-центра с операторами. Давайте рассмотрим еще кейс по допродаже. То есть если в случае… Две минуты. Да, в случае с модуль банком здесь была нехватка ресурсов, а здесь, собственно, была полноценная замена операторов на не очень приоритетные задачи для бизнеса. То есть задача была обзвонить юридических лиц с достаточно мелким чеком. Ну, соответственно, на это нужно было сократить затраты. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Служба заботы о клиентах зарплаты. Я могу с вами поговорить о поводу отубликованной вакансии? Давайте только быстро. Думал, 10 минут. А планируете ли продолжить размещение вакансии, чтобы соискатели могли найти и откликнуться на нее? Нет, не актуально. Правильно я поняла, что сейчас не планируете продлевать. Вы уже закрыли вакансию? Да, правильно понимаю. А что это мог вам в закрытии вашей вакансии? Не совсем. Скажите, с помощью кого вы закрыли вакансию? Какой у вас источник? Ну, там другая ситуация была, просто уже не актуальна стала вакансия и все. Я вас поняла. При необходимости можете смысл отменить вакансию в личном кабинете на нашем сайте. А если вопрос возникнет, звоните на нашу горячую линию 8 800 234 7500. Спасибо за уделенное время. Удачного вам дня. Спасибо. По результатам. Действительно, если сравнивать, то Даша стоила более чем в два раза дешевле нашим клиентам. При эффективности, если сравнивать человеческой, эффективности 80%. И переводила в продажу больше чем 25% звонков. И зарплата.ру использовала это все на трех бизнес-кейсах. Мы все это делаем с помощью нашей команды. Мы вообще рассчитывали на 10 минут, но оказывается их 8. Все нормально? Окей, отлично. Тогда я вам расскажу про команду, как мы это делаем. У нас маленькая команда, 46 человек, но из них 30 инженеров, 17 имеют научные степени, 16 участвовали в финалах чемпионата мира по программированию. Руководит нашим процессом научной разработки доктор наук, профессор Российской академии наук Александр Дьяконов. Мы стартап. Как бы в чем признание стартапа? Как мы считаем в том, кто доверяет этому стартапу? Нам доверяют в первую очередь наши инвесторы. Мы подняли 2 миллиона долларов пассивных у RTP Global. Это фонд, основанный ребятами, которые вкладывались в Яндекс. В Яндекс? Спасибо, кстати, за ивент сегодняшний. Спасибо за приглашение выступать. В Озон.ру, в Delivery Hero Datadog. Яндекс – один из наших ключевых партнеров на российском рынке. Мы резидент Сколковой и Microsoft for Startups. Мы работаем с NVIDIA. И недавно мы выиграли конкурс стартапов от Visa. Теперь мы работаем с Visa над пилотным проектом. Применение нашей технологии действительно не ограничено. Мы, Даша, эффективно там, где важно человеческое общение. По сферам применения мы уже работаем с более чем 30 клиентами над кейсами по продажам, по распределению входящих звонков, по сбору клиентской информации от клиентов. Дальше часть наших любимых, уважаемых клиентов, только небольшая часть. В этом зале присутствуют люди, которые пришли узнать, что нового в сфере голосового искусственного интеллекта. И можно ли действительно действовать в бизнесе без компромиссов, заменяя колл-центры. Мы считаем, что можно. Мы предлагаем вам сотрудничать с Дашей и оценить, насколько эффективно это решение и насколько оно действительно помогает эффективно решать ваши бизнес-задачи. Спасибо. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Давайте зададим вопросы. Добрый день. Скажите, вы используете генерацию голоса или предзаписанные дикторами фрагменты? Мы записываем предзаписанные фрагменты слов, фраз, обрывков фраз, которые склеиваются в реплику, основываясь на инпуте со стороны собеседника. Нашим алгоритмом мы выравниваем интонации на вот этих вот стыках. И это позволяет нам делать звук, голос неотличимый от человека. Подскажите, насколько это дороже, чем использовать генерацию от Яндекса? И что вы делаете, если вам надо срочно что-то новое сказать клиенту, там поменялся, добавился новый город или еще что-то, где вы ищете диктора, который мог заболеть, уехать, умереть? Да, очень пессимистично. Но на самом деле по дикторам это несложно, это делаем мы, если хочет заказчик. То есть у нас есть постоянные дикторы, плюс у нас есть сотрудники, которые это могут делать. И в целом менять какие-то реплики и фразы, это можно с использованием нашей админки. То есть наши заказчики, которые хотят усовершенствовать скрипт или что-то поменять, они это могут сделать в админке. По поводу первого вопроса, чем мы отличаемся от Яндекса? Ну, насколько я… Получается, генерации и сколько по времени занимает что-то новое. Например, компания вышла в новый город, то есть ей надо ввести новые адреса, новые улицы, новые ТЦ. Сколько займет запись по такой задаче? Я могу ответить. Около, вообще максимум 48 часов у нас по стандартам. Да, и после того, как скрипт уже разработан, если это тот же самый скрипт с небольшими изменениями, то 24-48 часов. Насколько мы дороже? Если вы потенциально наш клиент, давайте лучше поговорим после презентации. Коллеги, еще есть временно один вопросик буквально. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот, подскажите, локализация у вас есть или только пока на русском языке? Мы агностичны по отношению к языку. Сейчас у нас есть русские голосовые модели, английские. Мы активно работаем на зарубежный рынок, но главным образом Штаты. Также у нас есть французская голосовая модель. Играемся с китайской, но это как-то сложнее получается сейчас. Тем не менее, это все делается вопрос рук у нас. Мы постоянно нанимаем лучших умов, кого мы можем найти. Если здесь такие есть, поговорите с нами. Но все равно не хватает. Да, давайте, последний прям вопрос. Да, простите, пожалуйста, спасибо за выступление. Скажите, пожалуйста, вот вы представляете Дашу как человека или как робота? Это первое. Если как человека, это лучше представить как робота? Это потому что я так понимаю, что еще пока мало-мало как бы речевых модулей. И, например, у меня там более 10 тысяч наименований товаров. И представляете, как мне долго придется рассказывать Даше про совочки, про тряпочки, про поломочные машины и прочее. Вопросов больше нет, наверное. Это просто вот как это все осмыслить? Мы не заявляем, что Даша это полностью человек, потому что, конечно, мы стремимся к этому, стремимся к полноценному прохождению теста Тьюринга, но я думаю, что это мы сделаем, но пока не сейчас. А что касается вообще вот этого кейса, когда много наименований, и вообще там база обновляется, что какие-то появляются новые, мы в принципе можем совмещать модели, то есть используя синтетическую речь, или вообще используя синтетическую речь, чтобы она подтягивала данные, ну и с помощью технологии Яндекса, спич-то текст, переводила это, собственно, в текст. Но тогда мы должны понимать, что мы немножко теряем уже, наверное, в конверсии, потому что мы больше звучим как робот, нежели как человек. То есть здесь это нужно понимать. Но в планах составление, конечно, такого алгоритма, который на базе, ну алгоритма Даши сможет подтягивать данные с базы и генерить это на уровне человеческом. Вот это наша задача. Я бы добавил, что это вопрос бизнес-требований. Если важно, чтобы человек не понимал, что разговаривает с роботом, то, да, мы будем искать решение этой проблемы, этой задачи. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Очень крутой доклад и очень крутые роботы. Спасибо. Спасибо.